Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, являющиеся на динамику финансовых активов. В этот раз нам точно есть на что рассчитывать в плане каких-то фундаментальных событий, способных раскачать финансовые рынки. Вялая динамика уже изрядно поднадоела, мы привыкли ранее к высоким показателям волатильности, но сейчас нам приходится ждать какие-то мощные фундаментальные триггеры. Сегодня, друзья, у нас протоколы последнего заседания американского регулятора. И сейчас, конечно же, было бы неплохо получить еще один сигнал со стороны американского регулятора, почему ФРС склонен снижать процентные ставки и почему эта мера направлена на стимулирование экономического роста. Конкретика, друзья, по тому, сколько раз, как агрессивно, о темпах вот этого повышения, точнее снижения ставки, оно может помочь нам усилить давление на доллар. Это как раз та идея, которую мы давно рассматриваем и планируем, опять же, ее очень неплохо отработать в самое ближайшее время, потому что по доллару и иене у нас еще остается невыполненная цель на отметке 105 иен за доллар. Ну ладно, к доллару иене мы еще перейдем. Давайте посмотрим на то, что происходит с нефтянкой. Котировки 59.85. В целом, практически ситуация не изменилась со времени вчерашнего брифинга. Да, мы протестировали сопротивление 60, но этот тест не увенчался успехом. И пока что котировки держатся ниже 60. В то же время стоит отметить, что на рынке пока что преобладает вялая позитивная динамика. Трейдеры рассчитывают, надеются на улучшение отношений между США и Китаем, особенно после того, как США приняли решение продлить действие, точнее, возможности для китайской компании Huawei работать еще с американскими потребителями в течение определенного периода времени. Также участники рынка с одеждой смотрят на активные меры стимулирования разных ЦБ, направленных на поддержку экономик, что в целом должно поспособствовать такому глобальному экономическому оздоровлению и в конце концов отразиться на более высоких показателях спроса на углеводороды. Был еще инцидент ближневосточный с нападением на объекты Саудовской Аравии и еминских повстанцев, хотя Королевство уже сделало заявление о том, что на объемах нефтедобычи это никак не сказалось. Что касается продавцов, друзья, их позиции сильны. Я снова делаю акцент на то, что при всем, что было сказано ранее, на рынке все равно сохраняется серьезная угроза для глобального экономического спада. Мы видим это в статистике отдельных регионов, ведущих локомотивов всей мировой экономики, Китая, Германии, Еврозоны, то, что макроэкономический фон ухудшается. Всю прошлую неделю мы говорили про инверсию кривой доходности, это также признак рецессии. Кстати говоря, по версии Бундесбанка немецкая экономика уже оказалась в состоянии этого спада. Вчера под закрытие торговой сессии вышли данные от Американского института нефти по запасам, которые сообщили о том, что запасы выросли на 3,5 миллиона. Сегодня в 17.30 официальная оценка. Друзья, если запасы и по официальным данным покажут цифры со знаком «плюс», у продавцов будет еще один повод, чтобы упрочить свои позиции на рынке и немного притопить нефтянку. Поэтому сейл у нас в приоритете, продажам мы отдаем предпочтение. Надеюсь, что вы согласны с моей позицией. Доллар и иена, как я уже отметил, сегодня будет ориентирована на протоколы, которые выйдут в 21.00 по московскому времени. В целом, конечно же, на протоколы будет поглядывать доллар, но в любом случае фундамент по штатам мы традиционно разбираем в динамике этой валютной пары. Я практически не сомневаюсь в том, что мы все-таки получим еще один сигнал более агрессивного смягчения экономической политики, хотя признаю, что больше интересный фонд насчет этого я ожидаю в пятницу, когда будет выступать Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Холле. Начнем сегодня с протоколов. Соответственно, в случае ослабления курса доллара мы сможем увидеть развитие восходящей динамики в золоте. Сейчас котировки уже выше 1500 долларов за тройскую унцию, 1502 доллара, если быть совсем точным. Но цель, которую я поставил на эту неделю, это минимум 1515-1520. Доллар-франк, знаю, что многие из вас интересуются этой валютной парой. Котировки сейчас 0,9792. Я предлагаю сделку, друзья, селстоп с уровня 0,9770. Это в расчете, опять же, на то, что доллар, если пойдет вниз по факту мягких сигналов от ФРС, мы сможем использовать это вдоль всего широкого рынка. Британская валюта против доллара. Лоу вчерашнего дня 1,2063. Была очень высокая вероятность того, что мы сможем подобраться к поддержке 1,20. Но все-таки закрыли мы сессию выше 1,2155. Я, друзья, хочу снова обратить ваше внимание на то, что давление на фунт будет оставаться прежним. Это давление связано с вероятностью жесткого Брекзита. Мы знаем то, что Борис Джонсон по-прежнему намеревается вывести Англию в состав ЕС 31 октября. Мы знаем то, что ЕС такую позицию критикует, но в то же время не хочет ничего менять в действующей редакции потенциального соглашения, которое могло бы позволить прийти к какому-то консенсусу и, соответственно, мягкому Брекзиту. Вчера Рейтер сообщил о том, что ЕС очень негодует с тем, что Джонсон за непроложительное время своего премьерства так и не предложил никаких реально стоящих вещей, которые могли бы лечь в основу новых переговоров. Рынок закладывается под то, что жесткий Брекзит неминуем. Я хочу отметить, друзья, то, что совсем скоро британский парламент вернется с каникул. Это произойдет 3 сентября. И ранее спрашивали, почему я фактически уверен в том, что вотом недоверие может последовать уже сейчас. Потому что единственная возможность сейчас, опять же, оппозиции, либористам провести этот вотом недоверие, его нужно сделать в определенный срок. Это вот буквально в первый день выхода правительства с каникул, потому что если этот вотом недоверие будет выражен после, то фактически не хватит уже времени до 31 октября, времени на проведение новых выборов. Поэтому нужно действовать как можно быстрее. Я считаю, что ближайшие две недели будут крайне интересными для фунта. Но, опять же, надеюсь, что все-таки фунт, который я обозначил сейчас, и особенно если дело дойдет до вотому недоверия, он сможет очень неплохо удалить по позициям британца. Евро против доллара, друзья, все без изменений. 1.10.92, вялая динамика. Мы ждем триггеры. Возможно, протоколы сегодня смогут раскачать евро. Но даже в случае ослабления доллара и небольшого интереса к евро, системный риск останется, он будет преобладать. Мы ждем 12 сентября и анонсы новых стимулов. Австралийцы против доллара 0.6077. Вчера мы отбились фактически от сопротивления 0.68. Я говорил, что так оно и будет. Австралийцы будут испытывать давление. На выступлении Филиппа Лоу вчера снова были даны им сигналы готовности к дополнительному снижению процентной ставки, потому что Австралия, как и другие регуляторы, сталкивается с большими экономическими вызовами из-за торгового противостояния США и Китая. Доллар канадец 1.3309. Сегодня важный день для канадца, потому что в 15.30 выйдут данные по инфляции. Ожидания очень слабые. Индекс потребительских цен может снизиться с 2 до 1.7%. При такой статистике повысятся шансы того, что Банк Канады принхнет к прочим регуляторам, которые уже начали смягчать экономическую политику. Это негатив, разумеется, для канадца. И еще важная новость. Канада продлила обязательное сокращение добычи нефти на год из-за проблем с вводом эксплуатации нового трубопровода. Поэтому это и дальше будет бить по показателям платежного баланса и по достаточности, собственно, этой экономики. Конечно же, столкнуться с проблемой недополучения определенных средств в условиях затянувшегося торгового экономического кризиса в мировой экономике – это не самый лучший сценарий. Поэтому канадцы я рекомендую продавать. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.